Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. Вы, я так полагаю, узнали этот слоган. Друзья, уже 15-й год подряд в праздничное путешествие по Беларуси отправляется рождественский, а точнее новогодний караван Кока-Кола. И сегодня все подробности этого путешествия нам поведает наша сегодняшняя гостья. Итак, встречайте в студии хорошего настроения заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия Кока-Кола Бевриджиз Беларуси Анжелика Мельникова. Доброе утро. Доброе утро, Анжелика. Действительно такой рождественский караван, такой волшебный. Это какой-то такой символ чуда, особенно для детей, и особенно для тех детей, которые нуждаются в помощи, в поддержке, в любви, в тепле. Расскажите, по какому маршруту караван в этом году движется? В этом году, так же, как и в прошлом, мы объехали все области. Начиная с Минской области, заканчивали мы свой круг добра, так же в Минской области, и затронули все крупные города и некоторые даже села и деревни, где есть детские дома и дома семейного типа. Поздравили деток с праздником, принесли им добро, тепло, улыбки, конкурсы, веселье. Это был прекрасный утренник, и плюс дети сами для себя могли изготовить красивые игрушки и оставить их себе на память. Это караван юбилейный, я так понимаю, что он чем-то, наверное, должен был отличаться. 15 лет, да, караван? Да, 15-й год подряд наш караван едет по Беларуси, чтобы поздравить деток с Новым годом и Рождеством. Действительно, эта благотворительная акция была особенной. Наши сотрудники собрали волшебные коробочки, как их мы назвали, сундучки добра, в которые мы положили подарки и поехали в первый детский дом. В детском доме детки сами собрали точно такие же сундучки и отправили их другим детям, которые были на следующем маршруте. А уже наши сотрудники подарили подарки этим детям. То есть, таким образом, мы замкнули круг добра, когда посетили последнее учреждение. Прекрасно. Такой обмен энергией, любовью, теплом. Мы знаем, что это не единственная подобная акция такая удивительная. Около 20 лет, наверное, если я не ошибаюсь, вы занимаетесь благотворительностью. И вот какие-то подобные акции, мероприятия постоянно организуете. Что еще можно сказать? Да, наше предприятие закладывает корпоративную социальную ответственность как фундамент вообще существования всего бизнеса. То, на чем зиждется бизнес в Беларуси у Кока-Кола – это корпоративная социальная ответственность. Когда меня спрашивают о том, что же это такое корпоративная социальная ответственность, то я всегда говорю, что она не ограничивается благотворительностью и социальными проектами. Все-таки это ответственность и перед потребителями, это и качество продукции, это ответственность перед нашими партнерами, заказчиками, ну и, конечно, перед обществом. Поэтому социальных проектов у нас много, все они долгосрочные, системные. Мы вкладываем в них душу, не ставим галочку, а каждый сотрудник участвует и чувствует сердцем то, что мы делаем. К примеру, с Белорусским детским фондом мы сотрудничаем уже на протяжении 20 лет, и наши проекты значимые, они охватывают всю страну, к примеру, уже практически 20 лет программе «Детское сердце» в Беларуси, которая реализуется совместно с профессором Вильямом Новиком, доктором кардиохирургии. Есть и другие прекрасные проекты, в которых мы участвуем при поддержке, финансовой поддержке нашего благотворительного фонда «Кока-Кола Фаундейшн». К примеру, за три последних года мы построили в стране 13 площадок для занятий стрит-воркаут, в том числе самая большая в парке Павлова, которая может по масштабам посоперничать с той, которая построена в Лужниках в Москве. У нас масштабные природоохранные проекты. К примеру, проект «Спасем ельню вместе», который начинался в 2007 году, просто с волонтерских лагерей. Наши люди, сотрудники совместно с общественной организацией «Ахова Птушек Батьковщины» приезжали и строили плотины на территории болота для того, чтобы оно не осушалось, чтобы из него через милиеративные каналы не выходила вода. В итоге проект приобрел международное значение. На сегодняшний день по оценке Национальной Академии Наук, все природные богатства, которые содержатся в болоте Ельня, и включая экологические услуги, которые оказывает этот уникальный природный комплекс региону, оцениваются в 300 миллионов долларов. А вложено туда было порядка 300 тысяч. То есть это прекрасный пример такого долгосрочного партнерства государства и бизнеса, и общественных организаций. Сейчас мы это делаем с программой развития ООН в рамках проекта про ООН ГЭФ «Торфианики-2». То есть нам есть чем гордиться, и мы обо всем этом знаем. Каждый наш сотрудник этим гордится. Какие-то новые акции будут запускаться именно в 2017 году? То есть то, чего не было ранее, а в этом году, может быть, с учетом года науки? Да. Да, у нас есть планы. У нас прекрасная инициатива, которую мы планируем запустить с нашим бизнес-инкубатором, одним из наших главных бизнес-инкубаторов в стране. Пока это секрет, но в феврале, вы узнаете, будет запуск нашего проекта, направленный на образование молодежи. Это будут бизнес-тренинги, которые будут предоставляться людям, которые хотят заняться бизнесом, ищут свою нишу. И мы будем давать поддержку тем, кто хочет запустить собственный стартап. В прошлом году у нас уже был опыт. Мы сотрудничали с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи и были официальным партнером «100 идей для Беларуси» и «100 идей для СНГ». В этом году мы также будем привлекать этих партнеров к сотрудничеству. Мы считаем, что молодые, талантливые люди должны получать, как это сейчас модно называть, менторинг от тех людей, которые практикуют в реальном бизнесе, и которые могут дать дельный практический совет для того, чтобы эти молодые люди, дети, студенты могли дальше продвинуться в жизни и воплотить свои мечты в реальность. Кстати, молодые люди, дети, студенты. Есть какие-то ограничения по возрасту? То есть, может быть, кто-то в 15 лет хочет бизнесом заняться, к примеру? Ну, у нас есть, конечно, ограничения. Это от 18 до 30 лет. Поэтому те молодые люди, которые будут участвовать в бизнес-тренингах, они будут, конечно, отбираться с помощью наших партнеров, которые в этой сфере более сведущие. Они в этом работают уже давно и занимаются обучением молодежи. Тот же бизнес-инкубатор ЕПОР Римма Мячеславовна – это наш основной партнер и помощник в подборе персонала для организации бизнес-тренингов и в подборе самих обучающих. Как важно молодежь направить на истинный путь. Это действительно отличная идея. Анжелика, расскажите, какие проекты реализует ваша компания в рамках совместного договора со Всемирной организацией Красного Креста? Да, в Беларуси также у нас сотрудничество с Белорусским обществом Красного Креста в рамках нашего глобального договора с организацией Красного Креста и Красного Полумесяца. Возможно, вы сами видели, как летом мы раздаем воду, чистую питьевую воду Банаква в местах наибольшего скопления людей во время жары, во время чрезвычайно высоких температур. Мы это делаем совместно с Красным Крестом и Министерством по чрезвычайным ситуациям. Также мы реализуем ряд проектов зимой. Мы помогаем, в том числе наши сотрудники участвуют, пожилым людям во время обильного снегопада. А также мы реализуем программу, в этом году уже оказана помощь, зима 2017, что позволит Красному Кресту оказывать помощь пострадавшим от чрезвычайно низких температур. И наше предприятие участвовало в этом финансово. Кроме этого, мы недавно поздравили Белорусское общество Красного Креста с 95-летием. И мы также знаем, что у нас на следующий год есть определенные планы, которые мы будем реализовывать. Возможно, даже у нас будет программа по поддержанию безвозмездного донорства крови совместно с Белорусским обществом Красного Креста и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Мы уже работаем в этом направлении, работаем со студентами. И надеемся, что это станет привычкой и модой безвозмездное донорство в Беларуси. Так же, как в некоторых странах, где эта программа уже реализуется совместно с Красным Крестом и Кока-Кола. Практически всем людям во всех сферах вы умудряетесь помогать. Но, наверное, на очереди еще и животные, я так понимаю, в будущем. Спасибо вам за ваши добрые дела. Я напомню, что у нас в гостях в студии «Хорошего настроения» была заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия «Кока-Кола» «Бевриджи» с Белоруссией Анжелика Мельникова. Спасибо, отличного дня. Спасибо. Мы провожаем нашу гостю, с вами смотрим новости 24 часа, а потом возвращаемся в студию «Хорошего настроения».